Виталий Анатольевич, насколько глубоко Вы знаете эту сферу деятельности? В концерне Белгоспищепром я работал с 99-го года в должности генерального директора Гродненского ликвироводочного завода. Знаю руководящий состав, знаю, чем занимается эта структура. При мне сменилось там четыре председателя концерна. С удовольствием хотел бы вернуться в эту производственную сферу. Вы знаете, почему пострадал бывший руководитель этого концерна. Поэтому я хочу, чтобы вы имели в виду, что никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет. Это сигнал нашим руководителям. Если твой подчиненный жулик, то у меня возникают сразу вопросы к тебе, руководителю, Забелла. Он неплохой человек, он хороший специалист. Кстати, район ему найти такой крепкий. И пусть доказывает сейчас, как он умеет руководить тем или иным районом. Потому что потерять, конечно же, его нельзя. Но и прощения не будет ни одному министру, ни одному руководителю за его подчиненных. Особенно в сфере коррупции. Нас ждут непростые времена, особенно в вашей сфере. В связи с тем, что у нас, возможно, изменится структура управления этой отраслью в плане производства и продажи. Но мы должны сохранить лучшее качество, если мы на это пойдем, старые наши системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы. Не дай бог ослабим контроль, людей начнут спаивать паленой водкой. И люди начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах. Поэтому нам очень серьезно надо держать на контроле производство алкогольных напитков, табака. И контролировать продажи на рыночных условиях. Продолжение следует...